Количество людей, получающих травмы от падения на улице, увеличивается в зимнее время. В клинику имени Макожанова в этот период обращаются до 70 человек в сутки. Как правильно падать, если на улице скользкие дороги, рассказал заведующий отделением экстренной травматологии Станислав Арангаев. Зима не только пора новогодних праздников, но и время повышенного травматизма. Среди факторов риска зимнего сезона гололед занимает лидирующее положение. Зимний травматизм является причиной значительного количества случаев временной потери трудоспособности. Зимой бывает переохлаждение, травмы в результате падения сосулек, исхода с крыш снега, обморожение. Однако в большинстве случаев за медицинской помощью обращаются после падений на льду, которые случаются на улицах нашего города гораздо чаще, чем на катках и горках. На прошлой неделе же был дождь. И, как правило, работа травматолога, она так ярко выражена, связана с сезонностью. То есть, вот прошел дождь, стало холодно, стало скользко, и в наш травмпункт и в стационар сразу увеличился поток пациентов, которые получили травмы на улице. И, как бы, статистика из года в год – это подтверждает, что в связи с изменением погодных условий это количество пострадавших увеличивается. Наиболее уязвимы при падениях конечности – вывихи, растяжения, ушибы и переломы рук и ног – составляют более 80% всех зимних травм. Согласно статистике, в основном жертвами зимнего травматизма становятся мужчины и женщины трудоспособного возраста. Наиболее часто травмы голеностопного и лучезапясного суставов встречаются именно в период гололеда. Первая связана с подворотом стопы, вторая – с падением на разогнутую или согнутую кисть. Когда человек выходит на улицу, он должен одеть обувь, у которой будет противоскользящая подожива. Ну, стремиться надо к этому, чтобы не было скользко. Потому что, если все время скользко, человек будет терять длительность, и все время контролировать ситуацию он не сможет, и все равно шанс подвернуть ногу. Как правило, это подворачивание ноги, человек падает, или он ломает лодыжки, или падает на руку, ломает плечевую кость, или луч. Луч в типичном месте – это вообще типичное повреждение, именно когда скользко человек падает, упирается на руку, и в это время у него происходит перелом. Если падение не прошло гладко и вы ощутимо ударились, обязательно обратитесь к врачу. Простой, на первый взгляд, ушиб может оказаться переломом. Также можно получить сотрясение мозга, растяжение мышц и связок, или обширные гематомы. Как отмечают врачи, лучшей профилактикой травматизма в гололед остается внимательность и осторожность.